добрый вечер уважаемые гости и дистрибьюторы сегодня у нас будет тема инсульт инсульт или его еще можно назвать как сосудистая мозговая катастрофа заболевание проявляющиеся поражением сосудов головного мозга и зависимости от это поражение различают два вида это первый ишемический и второй геморрагический чем они различаются между собой как это происходит представим участок головного мозга который имеет свое кровоснабжение которому подходит сосуд далее он делится на веточки и где-то каждый из них какой-то кровоснабжает свой участок и как проявляется ишемический инсульт ишемический инсульт проявляется уменьшением просвета сосудов закупоркой полной или почти полной чаще всего это наступает если ухудшается кровоснабжение меньше чем на 15 процентов на 15 процентов уменьшение это приводит к развитию ишемического инсульта как он развивается обычно признаками его являются постепенное развитие постепенное развитие постепенное развитие и чаще всего то есть это может быть от нескольких часов до нескольких суток и даже недель и и второй признак это обычно на фоне снижения артериального давления снижение артериального давления от обычного вот это два основных признака как происходит геморрагический инсульт если мы здесь посмотрим на эту схему ишемический инсульт ниже кровоснабжения где произошла тромбоз сосудов или спазм сосудов вот эта зона начинает попадать в зону ишемии зону ишемии а как происходит геморрагический инсульт геморрагический инсульт происходит в результате разрыва сосуда и в результате этого кровь изливается в мозговую ткань какие дополнительные процессы при этом происходят дело в том что мы знаем что головной мозг находится в черепной коробке в костном образовании которое не меняет свой объем поэтому когда сюда начинает изливаться кровь кроме поражения головного мозга за счет элементов крови ферментов которые разрушают и расплавляют ткань еще и дополнительно развивается эффект давления то есть повышается внутричерепное давление передавливаются многие сосуды и еще один фактор то что в результате разрыва сосуда происходит следующее рефлекторно происходит спазм сосудов всех и это тем более ухудшает кровоснабжение головного мозга получается что разрыв в одном месте а катастрофа в принципе всего головного мозга и соответственно ухудшается кровообращение кроме того происходит набухание и в одном и во втором случае происходит набухание отек головного мозга который ухудшает его функционирование какими признаками геморрагического инсульта будут это удар так называемый апоплексический удар то есть начало внезапное человек пошел в туалет утром встал все нормально дошел до туалета в туалете упал потеря сознания и так далее и чаще всего это происходит на фоне повышения артериального давления скачка или длительного уже повышения так называемых гипертонических кризов вот это два основных признака еще иногда происходит разрыв сосуда в результате предрасположенности есть наличие множества мелких аневризм сосудов это также может развиваться в результате нехватки меди часть сосуда истончается, выпячивается и при повышении давлений или спонтанно происходит разрыв такого выпячивания и через дефект изливается кровь вот два основных механизма развития инсульта контроль артериального давления первое контроль артериального давления и первое это будет коррекция коррекция если высокая если давление высокая коррекция все-таки будет медикаментозная то есть при повышенном при повышенном артериальном давлении коррекция медикаментозная обычно люди знают какие препараты они должны использовать чтобы снять давление наша задача не допустить дососудистой катастрофы второе седатация можно начать с седатацией или успокаивающие давайте так напишем успокаивающие дело в том, что они еще и защищают коры головного мозга они, понимаете как если у человека сердечная недостаточность если он будет в покое лежать он может пережить крис какой-то? может а если его заставить в этот момент копать скорее всего он таки свой инфаркт получит правильно? поэтому если мы имеем высокое давление мы можем прийти как ишемическому, так и геморрагическому инсультуру мы можем немножко нашу кору разгрузить и сразу ее успокоить привести в спокойное состояние то есть это тоже очень важный фактор восьмерка или HVP восьмерка HVP внутри калм на выбор восьмерка HVP внутри калм ну и вообще попить длительное время успокаивающие третье чаще всего это происходит на фоне уже возраста старше пятидесяти гипертония и вы знаете что при я бы рекомендовал VPC это пока все относится к контролю артериального давления даже все давайте вот так вот сделаем это какие-то пункты коррекция медикаментозного успокаивающего и VPC это все контроль артериального давления а вот вторая функция это уже будет восстановление восстановление мы писали что это замкнутное пространство с повышением внутричерепного давления даже если это инсульт ишемический идет некоторый распад тканей выходят ферменты и там образуется набухание головного мозга со сдавлением то есть все равно при ишемическом инсульте происходит набухание головного мозга из давления отек и мы будем снимать отек восстановление и первое давайте отек головного мозга а он происходит при любом инсульте отек головного мозга что мы дадим? Юрай и здесь можете увеличить 3-4 капсулы в день также снимает отек головного мозга год укола год укола две капсулы два раза можно даже увеличить год укола также увеличивает ДРС и она седативное действие оказывает и снимает отечность ткани устраняет отечность ткани кстати в Готуколе много содержится магния так восстановление отек головного мозга Юрай Готукола следующий момент восстановления это как бы А Б антиоксиданты антиоксиданты на первое место я бы поставил перфект айс перфект айс но дозу бы немножко увеличил хотя бы по одной капсуле 3 раза кофермент тоже увеличил бы но вот кофермент в сутки 3-8 капсул в сутки кофермент 3-8 капсул в сутки кофермент 3-8 капсул в сутки тем более там есть коэнский перфект который улучшает микроцентиляцию и блокирует тромбообразование следующий препарат это Мегахел большое количество витаминов группы В большое количество витамина С которые также помогут спасти наш мозг дело в том что есть место инфаркта где ткань погибла да то есть произошла гибель но дело в том что к этому месту может подходить не один сосуд а два и почему произошла гибель если бы был поврежден только один сосуд гибели могло бы не быть но чаще например этот сосуд поврежден на 30% а этот поврежден на 80% вот как чаще происходит понятно и в результате всего лишь 70% приток и 20% 90% ну суммарно хотя должно быть 200 но по каким-то причинам плюс спазм сосудов то что я говорил и мы имеем еще хуже допустим ну здесь стало 90 минус а здесь стало минус 50 или 60 то есть часть ткани погибла а часть ткани вокруг находится в состоянии ну ни живой ни мертвы называется если у вас воспалился зуб вы жевать можете? нет скажите обязательно он умер? нет мы можем его спасти да? если у вас воспалился сустав сустав функционирует? да воспаленный сустав чаще нет то есть мы уже его бережем не сгибаем не разгибаем воспаленный сустав да? то есть он тоже он как бы не погиб он воспаленный он свою функцию не выполняет но его можно спасти согласны? точно так же часть мозга когда смотрит и видит что у человека отсутствует функция а рука нога не работает он говорит Не работай, значит больше работать не будет Чаще так говорят, да? Ну говорят, что уже ничего нельзя сделать, правильно? Но на самом деле они забывают, что есть зона ишемии И вот если мы сделаем усилие на то, чтобы восстановить вот эту часть ткани Она может длительно быть в таком состоянии И год, и два, и три Плохое кровоснабжение После инсульта полечили Опять вернулись к минус 30 И к минус 80 То есть не прогрессирует заболевание Но и нет, достаточно, чтобы восстановиться Тут хотя бы опять не нервить, понятно, да? То есть оно может в таком состоянии анабиоза быть Или некробиоза То есть когда оно не погибло, оно не функционирует И вот если мы эти функции выполняем Мы делаем показатели Было минус 30, а стало минус 10 Было минус 80, а стало минус 40 Ну, я имею в виду 2-3 месяца курс хороший Улучшили кровообращение Значит, и вот на этом этапе может произойти восстановление Ишемизированной зоны И в результате у человека появляются Есть такие результаты? Улучшаются функционеры руки, ноги, речь разговорная И так далее, и так далее То есть таких результатов мы имеем очень много Достаточно много, скажем Что человек даже уже не работал, не вставал Начинает вставать, и так далее, и так далее Все происходит вот за счет вот этой зоны переходной И вот за нее-то нужно побороться И поэтому такое большое количество препаратов И улучшить кровообращение И контролировать давление И седатировать защиту, чтобы оно пока не работало И хорошее восстановление Напитать вот этот мозг Плюс к восстановлению идет лицетин Лицетин И плюс омега И плюс омега Да, желательно вот такой комплекс Большой сразу Потому что каждый из этих веществ Отвечает за свою функцию Восстановление или кровообращение В данной зоне На следующем этапе То есть когда мы вот это сделали Хорошо подключать препараты кальция и магния Они усиливают проводимость Препараты кальция и магния Усиливают проводимость по нервным клеткам и волокнам Препараты кальция и магния Кальция и магния То есть иоплюс Мегахил Суперкомплекс в том числе Усиливают проводимость по нервным волокнам И мы опять получаем улучшение функции Функция начинает восстанавливаться Пошел импульс Есть еще один момент Для старых инсультов Не для свежих А для старых Кстати для свежих инсультов Знаете что еще? Можно и нужно подключать Дело в том что Ну частично антиоксиданты Эту функцию выполняют Здесь происходит Расплавление тканей Фурункул видели? А глубокие гноники видели? Расплавление ткани идет? Идет То есть там есть ферменты Которые расплавляют ткани Удаляют эту часть Вот в головном мозге Потом еще образуются рубцы Понятно, да? Вот То есть эти рубцы Потом мешают нормальному функционированию Получается что нервные волокнам склеиваются И передача импульса идет неправильно Ну в том числе Вот То есть чтобы эту функцию потом В острой фазе В острой фазе Подавить это воспаление Дает нам антиоксиданты И плюс по ударам Плюс по ударам То есть в острой фазе Целесообразно Да и даже потом Потому что Отек головного мозга И вот эта зона Которая может немножко увеличиваться Наступать как бы потихоньку Услышали о повторных инсультах И так далее, да? То есть она может наступать Не решили мы кардинально эти вопросы Значит она будет наступать И расширяться Зона некроза И зона внешних проявлений Так вот, чтобы блокировать этот процесс Антиоксиданты Плюс по ударкам Именно расплавление Воспаление тканей И так далее А уже в застарелом периоде Когда идет уже Рубцовая ткань Детрит Вот этот мозговой Нужно чтобы это рассосалось Опять таки Подключаем протеаза плюс Я думал где-то месяц Через месяц-два Можно подключать протеаза плюс А пока что Паударка плюс Усиленная доза антиоксидантов Я бы хотел еще напомнить Что очень большое количество Витаминов группы В Вырабатывается В собственном кишечнике И очень часто У этих больных На самом деле Есть гастриты Колиты И так далее Поэтому их мозг Находится в невыгодном состоянии И любые повреждения Сосудистые Пусть даже не такие значительные Ведут к повреждению ткани К инсультам Понятно о чем я говорю? То есть питание поступает Не только кислород Но питание должно поступать Из собственного Нормального кишечника А если кишечник проблемный То скорее всего Мы будем иметь Больше проблем С нервной системой Со стрессами И большее потребление Нужно витаминов тогда То есть нормализовать Флору кишечника Поэтому бифидотилус Сурофорс То есть полностью Поработать По желудочно-кишечному тракту И я хочу рассказать Еще одну историю Значит Кто-то из наших Дистрибьюторов Я не помню Чуть ли не Галина Петровна По-моему Ее знакомая В 80 лет Бабушка Или что С прединсультным состоянием С таким инсультом Забрали домой Не вы, да? Ну кто-то вот рассказывал Забрали домой Высокое давление Бабушка обездвижена Практически без сознания И так далее Ну я помню Ну я помню Что это кто-то Из наших пенсионеров Который у дочки спросил Она в туалет ходит? Нет, не входит Назначили Каскару Сделали клизму Давление снизилось Мозговое кровообращение Нормализовалось Да я рассказала Вы рассказали Это в дневрородном был случай Велезли женщину в больницу А у нее 10 дней Не было стула Они мне позвонили Да, инсульт нарушение Забрали кровообращение Привезли Я говорю А в туалет Как она ходит? А они А кто его знает? Давай спроси Спроси Там она больше Недель в туалет не ходила И рассифонили Отпустили домой Никакого инсульта То есть Это тоже И через витамины группы В И через сосудистые Рефлекторные реакции Через это все тоже Действует и работает Поэтому О том, чтобы ваш пациент Хорошо капал Не забывайте На этом все Спасибо